Добрый день, меня зовут Терентьева Илана, я ученица 5 класса, самолоканский СОЖ. Тема моего доклада – роль вакцинации в жизни человека. Получение вакцины сабегрипп. Актуальность исследования. В 21 веке во многих странах мира создается сложная эпидемиологическая ситуация. Происходят вспышки многих инфекционных заболеваний, для которых не существует границ. Только создание вакцины и привыкки могут остановить инфекционные заболевания. Но часть населения отказывается от вакцинации, так надо делать привыкки или нет. Цель проекта – определение роли вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями. Задача проекта – провести социологические опросы и учащихся и родителей с целью выявления их отношения к привыккам и обработать сервис тартер. Выпустить санбюллетень для медицинского кабинета школы коронавирус симптомов. Создать буклет и плакат для учащихся в стоп-корновирус. Провести внеклассные мероприятия всего привыкка. Объект исследования. Родители и учащиеся в Томалканской СОЖ. Предмет исследования – вакцинация. Гипотеза. С помощью вакцинации можно избежать инфекционных заболеваний. Метод исследования, изучение литературы, социологический опрос, анализ данных, проектные. Исторические факты. Метод вакцинации является самым старым и надежным. Он известен уже около 200 лет и за что пор бедность служит человечеству. Дальше. В 1796 году появляется слововая акцинация от латинского словового аса «корова», так как Эдвард Дженнер делал привыкку против коровьей оспы. Что такое вакцинация? Вакцинация – это самое эффективное и экономически выгодное средство для защиты прочих инфекционных заболеваний, известных в современной медицине. Основным принципом вакцинации является то, что пациенту дает ослабленный или убитый болезнезвольный агент или искусственно синтезированный белок, который идентичен белку агента для того, чтобы стимулировать продукцию и антитет для борьбы с возбудителем заболевания. Иммунитет – бывает приобретенный и врожденный. Привыкки детям. В нашей больнице проводят обязательные привыкки детям против инфекции гепатита В, паразитно-коревая, АФДС, АДС, АДСМ, реакция МАНТУ, БЦЗ, ПИЛИО, МИАЛИТА, ПКРАСНУКИ. Провели беседу с участковым и братом Сафроновым. Для каждого ребенка делается карта профилактических привыкок. Перед вами календарь привыкок. Результаты антитирования родителей. Антитирование мы провели среди учащихся 5 класса и их родителей. Вопросы мы составили с помощью школьного врача Габрилиева Едина Матвеевна. Они были направлены на выявление освоедленности родителей и учащихся в роли привыкок, об источниках получения информации о прибывках, отдающих выявления причин отказа от вакцинации. Вопросы анкеты. Знаете ли вы, за чего ставят привыкок? Ответить «Да» – 26 человек, «Нет» – 11. Это 2. Где вы можете получить информацию о прибывках? В больнице 24 человек, у школьного врача 3 человек, на работе 1. Контролируете ли вы график проведения привык к своему ребенку? «Да» – 28 человек. Бывает ли случай отказа от привыкок? «Да» – 39 человек, «Нет» – 25. По какой причине отказываетесь ставить ребенку привыкок? Метод – 22 человек. Результаты анкетирования среди учащихся 5 класса. Вопросы анкеты. Знаешь ли вы, за чего ставят привыкок «Да» – 11 человек, «Нет» – 2. Где ты можешь получить информацию о прибывках? У школьного врача 13 человек. Всегда ли ты соглашаешься на привыкок «Да» – 13 человек. Если отказываешься от привыкок, по какой причине? Метод – 22 человек, «Аллергия 1». Основной мотив отказа от привыкок у учащихся 5 класса отказывается из-за методов ввода. Информационно-агидационная работа в рамках проекта выпустили с анбеллитей коронавирус в субтону. Плакат «Стоп коронавирус». Вывод. Привыкки делаются для того, чтобы мы росли здоровыми. Изучив литературу по данной теме, мы убедились, что вакцинация спасла человечество от многих страшных заболеваний, у нас есть 6 тысячи жизней. Из анкет родителей и учащихся в нашей школе мы узнали, что люди, интересующиеся привыкками, стараются не бездумно поставить укол, а осознанно подойти к этой процедуре. Поэтому из различных источников стараются найти интересующуюся их информацию, получить консультацию у специалистов, все меньше становится отказов от привыкок. Важно запомнить, что вакцины – это те же лекарства, только намного более эффективные, чем обычные таблетки или уколы. На сегодняшний день это самое эффективное средство при филактике. Спасибо за внимание. Продолжение следует...